Вы, наверное, думаете, что это мы тут все расселись с пластинками. Начнем по порядку. Где-то примерно неделю назад у нас появился биниловый проигрыватель. А все началось с того, что нам в ремонт принесли одну гитару, которая была просто прикручена, биниловая пластинка. Прям Ваня в ремонт ее отдали. И мы что-то подумали, что как так произошло? Мы все обожаем музыку, у нас у всех разные музыкальные вкусы, у нас всех есть чем поделиться, мы все обожаем вот эту теплую аналоговую историю. Пускай мы и не какие-то коллекционеры безумные, но в этом есть нечто прям исключительно ценное для каждого из нас. Мы договорились, давайте, короче, каждый принесет магазин по пластинке, и мы будем прям делиться в течение дня музыкальными вкусами, слушать, кто что принес. И так прошла неделя. Каждый день кто-то приносил по пластинке. Вот их все сейчас здесь видите. Но стало ясно, что эта традиция должна продолжиться, развиться и расти дальше. Именно поэтому мы решили записать это видео и рассказать вам, что к чему. Но сперва, наверное, буквально пару слов о каждой пластинке, да? Да, ну вот ясно начинается с пластинки, которая, собственно, была прикручена к гитаре. Это Людей Квант Бетховен, симфония героическая. Сильно царапанная? Есть так, да. Немного. Ну это уже элемент декора. Да, это декор. У меня в руках, у меня дома нет проигрывателя, пластинок тоже нет, но вот у меня в руках такая прекрасная девушка. Это нам принес наш постоянный клиент. Вот первую пластинку, которую принес человек. Шаде. Красиво, правда ли? Открыло глаза, закрыло глаза. Открыло? Закрыло. У тебя чего, Лёв? Ну, такая, в общем, интересная пластинка, знаковая, в общем-то, для всех любителей, наверное, копин-рога, в частности, группы Гампли Роза. Этот альбом все, собственно, ждали, по-моему, 14 или 15 лет откладывался в выпуск этого диска. Все обвиняли Эксела во вранье и вообще 100 тысяч миллионов фраз, что он вообще никогда ничего не выпустит. Этот диск вышел в 2008 году. Это очень необычная пластинка, во-первых, очень ожидаемая, во-вторых, здесь, собственно, на этом альбоме нет никого из старых музыкантов. В общем, вот такая интересная штука, решил поделиться, парня, кайф. Ну вот у меня Stevie Wonder, это, в общем-то, одна из первых пластинок, которую мне дал отец подслушать. Вот, и мой проигрыватель уже очень давно сломан, поэтому я решил принести, как вот такая памятная пластинка. Это на мелодии записано? Да, записано на мелодии. Кайф. Ну, у меня все посовременнее. Я вообще страшный фанат Foo Fighters, и когда появилась группа так массовой ротации Queen of the Stone Age, они, в общем, стали интересны мне в первую очередь тем, что там играл на барабанах Dave Grohl, и вот я не так давно купил эту пластинку, и решил ее принести сюда, потому что очень классный альбом, хотя здесь уже не Dave Grohl играет на барабанах. Сборничек. Да, это очень клево. А любимая пластинка у меня Aerosmith. Где-то гриб? Нет, 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 это Done With Mirrors, это, в общем, не самый, совсем не самый популярный альбом, но он в идеальном состоянии, со вкладышем, где карикатурные члены группы Aerosmith изображены, и однажды они когда приезжали на День города в Москву, играли здесь, у меня получилось так, что они не все расписались на нее. А я, в общем, принес диск, на котором находится лучшая песня тысячелетия по версии соцопроса радио BBC в Англии. Это Ночь в опере группы Queen, и тут находится богемская рапсодия. Ну это просто, ну вообще даже, мне кажется, без комментариев, это одна из вообще действительно величайших пластинок в истории рока, вот, хотя, опять же, вот, я не могу назвать одну какую-то любимую пластинку, но у меня есть очень примечательная группа из четырех пластинок, которые я купил, когда был в Питере, в году 2012-м, я студент, у меня в кармане последние 8 тысяч рублей, и меня занесло на удельный рынок, где были вот эти развалы с тысячами пластинок, где всякие деды продавали какие-то свои нескончаемые запасы, я проторчатал полдня, оставил все деньги, так что мне пришлось занимать денег на обратный проезд, чтобы вернуться домой, вот, но я забрал таки эти четыре пластинки, они до сих пор вот хранятся у меня дома, но они для меня слишком ценные, я их оставлю у себя. Что спасительство? Ой, там, короче, Фрэнк Заппа and the Mothers, редкая, 71-й год. Там Life Woodstock'е группы Ten Years After, там, этот самый, господи, Led Zeppelin, собственно, первый айбом Led Zeppelin, Led Zeppelin One, вот, и четвертая пластинка, а, их три было, три, на четвертую у меня не хватило денег, четвертая была King Crimson, Starless and Bible Black, английский пресс, на который у меня не хватило денег, мне до сих пор обидно. В общем, такая у нас получилась, мы прям тут кайфанули, посидели, все послушали, хотим еще, поэтому мы приглашаем каждого из вас принять участие в нашем вот этим музыкальном действии, принести свою любимую или просто одну из любимых пластинок, и вы можете поменяться с нами, то есть эти пластинки будут жить тут, рядом с проигрывателем, и мы устроим такую полку обмена, куда можно будет принести свое, забрать одну из тех, что нравится, а если вдруг вы хотите, ну, просто поддержать, как бы, наше начинание и просто поделиться с нами пластинкой, то мы обязательно не оставимся в стороне, тоже придумаем для вас что-нибудь приятное, скидку на гитару или что-нибудь еще, в общем, придумаем. Самое главное... Давай зафиксируем сразу. Давай? Скидка на гитару. Винил в обмен на скидку на гитару. Да, огонь. Давайте так и сделаем, короче. Прям вот с этого дня приглашаются все, но только одна скидка в одни руки. Ящиками не приносить. Пускай будет ламповое, тепло, но, в общем, забегайте. Я думаю, это будет очень интересно, будет чем поделиться, особенно, когда каждая пластинка связана с какой-то своей вообще отдельной историей. Это же прям круто. Давай включим. Ну-ка. Выглядит это все будет вот так вот. Мы уже туда разместили все. Колоночка. Ой, вот это скрип. YouTube, пожалуйста, не блокируй нас на нарушение прав правообладателей. За этот альбом мы так судили, например. Есть по-другому звучит, вообще по-другому. Насколько сравнивали цифровые релизы. Но... Я не хочу сказать, что это супер хорошо или супер плохо. Это просто иначе. Но вот ощущение физического прикосновения не сравнимо ни с чем. Вот. Именно поэтому еще раз приглашаем всех вас в гости. Приглашаем поменяться с пластинками и просто хорошо провести время. До встречи, ребят! Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok